МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По статистике, около 30% вышедших на свободу осужденных в первый же год совершают преступления повторно. Для многих и вовсе та самая долгожданная свобода становится настоящим испытанием. Жилье, работа, быт и социальные контакты. Все или практически все приходится начинать с начала социализации осужденных. Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Первый заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл. сполкома Александр Семенов. Александр Николаевич, добрый день, рад видеть. Старший помощник прокурора Гомельской области Татьяна Жизневская. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Располагайтесь. Старший инспектор отдела надзор на исполнительные деятельности УВД Гомельского обл. сполкома Максим Рок. Добрый день, Максим Васильевич. И старший психолог исправительного учреждения открытого типа номер 17 управления департамента исполнения наказания по Гомельской области Ольга Фомова. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Милости просим. Итак, в качестве пролога программы сюжет моих коллег сразу после него вернемся в студию и продолжим. В прошлом году на территорию Гомельской области из мест лишения свободы вернулось почти 2500 граждан. 733 человека еще до конца прошлого года вновь совершили преступление. Потеря документов и социальных связей, низкая профессиональная подготовка и отсутствие мотивации к жизни. Это основные причины, почему те, кто вернулся из мест лишения свободы, повторно нарушают закон. Это кадры оперативной съемки сотрудников прокуратуры и УВД. В ходе профилактической работы с теми, кто освободился из мест лишения свободы, вникали в каждую конкретную трудную жизненную ситуацию человека. Этот житель Гомеля освободился в ноябре прошлого года. Ни паспорта, ни трудовой книжки. Но документы – полбеды. У бывшего заключенного не было жилья. Обустроился в лесу. Помогли найти место в общежитии и сделать документы только правоохранители. Сейчас мужчина стал на учет в Центр занятости и уже получил предложение о работе на пилораме. В этот первый в стране кризисный центр для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, часто обращаются лица без документов и определенного места жительства. Многие из них ранее отбывали наказание в местах лишения свободы. Помогают найти работу, восстановить документы и определиться с новым жильем. Три месяца назад сюда попал и другой гомельчанин. Более 30 лет он провел в местах лишения свободы. Вышел в январе. Ни дома, ни родных. Говорит, просто замерз бы на улице, если бы не помощь прокуратуры и милиции. Спас жизнь кризисный центр. Получилось так, что я начал подворовывать по чуть-чуть. Ну, мелкие кражи. И попал я на сутки в КПЗ. И мною заинтересовалась прокуратура и УВД. Почему я ворую и так далее и тому подобное. Почему не работаю. Ну, я им объяснил свою ситуацию, что у меня нет где жить. Не могу сам устроиться на работу. В кризисном центре я прожил вот второй месяц сейчас. Благодаря прокуратуре и УВД мне уже дали общежитие. В каждом районе области для бывших осужденных, которые остались без жилья, предусмотрено место в общежитии. Не бесплатно. Но когда человек обращается в центр занятости и ждет трудоустройства, ему предлагается отсрочка платы. Еще накануне их отправки из мест заключения до каждого района доводится рабочая бронь. В течение 10 дней человек после, скажем так, направления для трудоустройства управления по труду, управления по труду в течение 10 дней информирует центральный орган внутренних дел, прибыло ли данное лицо и какая поставлена на учет и какая в дальнейшем с ним проводится работа. А уже уголовно-исполнительная инспекция в дальнейшем отслеживает, как он работает, уволили его с работы данной, либо нет. На 2019 год в регионе предусмотрена бронь на 834 человека, которые освободились из мест лишения свободы. С начала года трудоустроено более 80 человек, в том числе на забронированные места 47 бывших осужденных. Хочется отметить, что ведь это те граждане, у которых, не могу сказать, что у значительного количества, но вместе с тем есть граждане, у которых, в принципе, отсутствует мотивация к труду. Вот. В текущем году у нас более 40 человек отказались от предложенных вариантов трудоустройства. С начала года в территориальные центры социальной защиты за помощью обратились около 300 граждан после пребывания в колонии, арестном доме или ЛТП. 94 человека получили адресную денежную помощь на общую сумму 10 тысяч рублей. Между тем, зарегистрироваться в центре занятости для поиска вакансий, трудоустроиться, получить социальную помощь, бывший осужденный может только при наличии паспорта. На деле многие бывшие осужденные имеют просроченный документ гражданина Беларуси. Паспорт времен СССР. Либо вообще никакого. В настоящее время надзорные органы настаивают на повышенном внимании к проблеме документации бывших осужденных. Предложенный алгоритм предполагает решать вопрос еще на стадии отбытия наказания. При наличии паспорта, который остался где-то в родных местах осужденного, будут связываться с родственниками для передачи документов. Если паспорт утерян, его восстановлением гражданин должен заняться в учреждении уголовно-исполнительной системы. Это главная тема, и мы продолжаем. Итак, цифра из материала, как повод к размышлению. Около 30% вышедших на свободу в первый же год совершают преступление повторно. Как и объяснить такую достаточно весомую долю рецидивности? Татьяна Викторовна, Максим Васильевич. Да, увы, и в большинстве случаев лица, совершившие данное преступление, не были заняты трудом, либо нигде не учились. Основными причинами, которые можно назвать, это потеря социально полезных связей, отсутствие документов, отсутствие работы и отсутствие мотивации. А если конкретизировать, это все-таки не создание условий или не желание самих вышедших на свободу начать жизнь по-новому? Это в первую очередь лицо вышедшего на свободу. Личная мотивация. Личная мотивация. Сам гражданин должен стремиться к тому, чтобы побыстрее адаптироваться в социуме. Ольга Ивановна, подключайтесь к разговору. Как описать психологическое состояние человека, который 5-10, а может быть и больше лет находился в изоляции от общества? Нужно понимать, что на психологическое состояние человека, который находится в длительной изоляции, влияет ограниченность пространства, в котором он находится, ограниченность социальных контактов, социокультурный уровень и возрастной уровень осужденных, с которыми он находится. Необходимость постоянно находиться в коллективе осужденных и, соответственно, постоянный контроль своих эмоций, чувств, поведения. Все это влияет на психологическое состояние осужденного. Он постоянно, это суперконтроль, он постоянно держит себя в руках, постоянно себя должен контролировать. Психологи говорят, что эта самая свобода давит очень, да? Вот это состояние, вот эти обстоятельства, в которых он находится, и формирует изначально базовое недоверие к людям, потому что он должен себя контролировать для того, чтобы держать лицо в этом узком малом коллективе, в том социуме, в котором он находится. Но ведь это нормально контролировать себя и свои действия? 24 часа в сутки. Это очень тяжело. Можно смело говорить, что длительная изоляция требует от человека больших физических и психологических сил. И далеко не каждый к этому готов по выходу на свободу? Безусловно. Максим Васильевич, с какими трудностями чаще всего сталкиваются такие люди в первые месяцы, а может быть и в первые годы, по выходу на свободу? Как правило, это недопонимание. Если представить, что человек определенный период времени находился в условиях сдерживания, выйдя на свободу, он не понимает, как себя вести. Поэтому, в первую очередь, недопонимание, осознавание себя в обществе – это одна из главных проблем. Вторая проблема, это, как уже было сказано в сюжете, который мы посмотрели, это все-таки трудовая социальная обеспеченность и трудоустроенность. Бывают случаи, когда лицо до осуждения, скажем так, имел все. Семью, работу, какие-то материальные блага. Ну вот прошли десятилетия, и ситуация поменялась. Прошли десятилетия, и все поменялось. Поэтому где-то, может быть, и семья от него отказалась. Ну, по различным причинам. И все-таки чуть более детально о психологическом состоянии осужденных. Почему часто происходит, что та самая долгожданная свобода оказывается настоящим испытанием? И почему, как бы это странно ни звучало, ко многим из них приходит понимание того, что в заключении, в изоляции комфортней? Ведь это так бывает? К сожалению, сталкиваемся и с такими моментами. Любое изменение в жизни, любое событие для человека – это стресс. Как бы это ни звучало, но такая долгожданная свобода для осужденных тоже является стрессом. И многие в разговорах делятся, что вот эта долгожданная свобода для них, вот этот период перед освобождением, он зачастую самый тяжелый за все время заключения. Потому что приходит мысль, эмоции, чувства, что жизнь поменяется, и теперь нужно брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Ведь осужденные живут в строгом регламенте, их время строго структурировано, и человек знает, что будет с ним через час, через день, через неделю. Он знает, что его базовые потребности, такие как трехразовое питание, медицинское обеспечение, ему будет предоставлено койко-место, например, одежда по сезону, все это удовлетворяется. Причем для этого он не прилаживает абсолютно никаких сил. Это все делает администрация исправительных учреждений. В этот период, когда длительная изоляция, налажены уже какие-то межличностные взаимоотношения между осужденными. То есть человек себя, по большому счету, уже чувствует достаточно стабильно. Для него все в колонии, все известно. И он живет, у него привычный образ жизни, который в определенный момент его уже устраивает. Вы сталкивались с теми, кто действительно говорил, не хочу уходить. Вот. А теперь давайте себя представим на месте человека, который вчера освободился. Если еще вчера за него принимали решение и давали готовое решение, то сегодня нужно самим принимать эти решения и брать ответственность за эти решения. Возникают вопросы, где мне жить, куда мне идти, где мне заработать, на какие деньги мне прожить, как наладить отношения с близкими, с родственниками, с окружающими. И зачастую у осужденных на эти вопросы нет ответов. И вот возникает чувство безыходности, своей некомпетентности. Все это вызывает тревогу у человека. И если нет в этот момент поддержки близких, знакомых, нет крепкого плеча, потому что осужденный нуждается в конкретике, он привык к этому, что все регламентировано и расписано, то в этот период и совершается наибольшее число преступлений для того, чтобы вернуться опять к привычному образу жизни, где ему комфортно, где все понятно. Корни истории с отшельником и сюжета, который сегодня видели, оттуда же? Да, безусловно, оттуда. Вроде бы аргументы, которые вы озвучили, мысли осужденных, понятные, но как бы не воспитать иждивенцев, которые говорят, там же и накормят, и обуют, и оденут? Вот здесь все субъекты профилактики, госорганы, милиция, местные органы исполнительной власти, управление по труду, территориальный центр социального обслуживания населения должны предпринять и создать все условия, чтобы человек смог социализироваться в минимальный срок. Тема становится еще более актуальной в преддверии амнистии 2019. Кто под нее подпадает, Максим Васильевич? Перечень лиц и категорий осужденных, которые подпадают под действие закона об амнистии, определяется, в принципе, самим этим законом об амнистии. Как правило, это несовершеннолетние, это беременные женщины, это лица, являющиеся инвалидом первой и второй группы, совершившие преступления по неосторожности, либо менее тяжкие, не представляющие большой общественной опасности преступления. То есть перечень категорий определяется именно законом. В какой мере, в какой степени в отношении каждого человека действует положение закона об амнистии? Речь идет и о частичном снижении срока, и о полном освобождении. Совершенно верно. В зависимости от того, в какой категории подпадает лицо, осужденное за совершение преступления, какое преступление оно совершило, соответственно, в отношении него будут приняты определенные меры, предусмотренные законом. Чаще всего, чаще всего, это либо, как вы уже выразились, снижение наказания, так называемая резка года, когда человеку снижают установленный приговором срок наказания на один год, либо освобождает от дополнительного наказания, которое тоже бывает различного вида. Какое количество граждан должно освободиться в Гумельской области? Данной цифры мы даже примерно сказать не можем. Опять же, как я уже выше озвучил, все зависит от того, на кого будет распространяться положение закона об амнистии. Могу лишь сказать, что по итогам рассмотрения закона об амнистии, который вышел в 2015 году, на территории Гумельской области из правительственных учреждений освободилось чуть менее 300 лиц. Всего положения закона были приняты в отношении чуть менее тысячи. И все-таки это, с одной стороны, немного, но и немало. Недаром Генпрокуратура еще весной подчеркивала, ко амнистии как к социальному процессу нужно готовиться. Еще в июле прошлого года, 7 июля 2018 года, на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Республики Беларусь рассматривался вопрос по социализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Был выработан ряд мер для того, чтобы усовершенствовать эту работу, выработать конкретный алгоритм действий каждого государственного органа. По инициативе Генеральной прокуратуры, в мае текущего года на территории Гомельской области был проведен межведомственный семинар с участием сотрудников Генеральной прокуратуры, представителей Министерства по труду и социальной защите Республики Беларусь, Министерства внутренних дел, а также руководителей управления по труду, центров занятости, заместителей председателей райисполкомов Гомельской области, все заинтересованные службы. Состоялся достаточно конструктивный разговор, были подняты проблемы, которые имеются на территории Гомельской области по социализации таких лиц. Выработан алгоритм, проговоренные были действия, которые необходимы каждый государственный орган обязан выполнять. Для того, чтобы стабилизировать криминогенную обстановку по совершению рецидивных преступлений. А что ваши коллеги считают все-таки по-настоящему болевыми точками по-прежнему для этой темы? Одна из наиболее наболевших, наверное, проблем, можно так сказать, это отсутствие документов. Ведь отсутствие паспорта гражданина Республики Беларусь, это человек, освободившийся, он выходит со справкой об освобождении, которая не дает ему возможности ни трудоустроиться, ни получить какую-то социальную помощь. Ту же адресную помощь, единовременную денежную помощь. Поэтому основная проблема, которая поднималась, это лицо, освобождающееся из исправительного учреждения, чтобы оно было паспортизировано. Я вот повторюсь, значит, было определено о том, что на территории Гомельской области исправительные учреждения закрытого типа будут предпринимать все меры для того, чтобы лица выходили на свободу с паспортом. Это уведомление родственникам, есть ли паспорт дома, чтобы выслали в исправительное учреждение, либо также возможность получения, то есть паспортизации таких лиц в учреждении в самом. Главное, что механизм эффективной социализации осужденных отработан до мелочей. Расскажите буквально тезисно, на чем он основан. После освобождения лицо прибывает в уголовно-исполнительную инспекцию органа внутренних дел по избранному месту жительства. В уголовно-исполнительной инспекции ему оказывается первоначальная правовая помощь, то есть разъясняются его права, обязанности. Лицо информируется о общественных организациях, государственных органах, которые могут оказать им помощь в ресоциализации. Соответственно, по желанию лица он направляется в управление по труду, занятости, социальной защите населения для оказания помощи в трудоустройстве. При необходимости оказывается помощь в восстановлении утраченных документов. В дальнейшем также могут подключаться некоммерческие, так сказать, организации. Как мы уже видели в сюжете, кредитный центр, яркое тому подтверждение. Александр Николаевич, подключайтесь к разговору. До начала программы вы не раз подчеркивали основу социализации, трудоустройство. И в этом убеждены? Абсолютно убежден, потому что вопросы трудоустройства и вообще занятость человека это в процессе социализации, я бы даже назвал в нашем случае в процессе ресоциализации, потому что категории людей, о которых мы сегодня говорим, это уже люди, которые были социализированы в обществе. Но вместе с тем, по тем или иным причинам, они оказались в такой жизненной ситуации, и вот им приходится повторно социализироваться. Поэтому, конечно же, когда человек занят, то есть трудоустроен, он прежде всего получает возможность, соответственно, какой-то иметь доход для того, чтобы обеспечить свою жизнедеятельность. Второе, то, что он занят, у него отвлечены мысли от каких-то негативных явлений, от каких-то негативных действий. И у него уже, мне кажется, это первый элемент начинает действовать, когда мысли в его деятельности, ну, еще раз говорю, отрезляются, и он понимает, что ему надо жить в обществе, понимает, что надо в том числе заниматься полезным каким-то трудом, социальным, несоциальным, ну и начинать нормальную жизнь, либо продолжать ее, которую он имел до определенного времени. И вот в этой части очень важно, когда, правильно, органы внутренних дел, после того, как человек стал на учет, направляют в управление, мы со своей стороны стараемся, чтобы эти люди прежде всего стали на учет и в так называемых центрах социального обслуживания. Потому что в этот момент очень важно, чтобы человек получил не только социальную какую-то поддержку или материальную, но и ту же юридическую поддержку в качестве консультаций каких-то, психологическую поддержку, потому что тоже в этот момент очень важно. Как формируются брони рабочих мест? Расскажите об этом процессе, действительно очень важном. Для того, чтобы, конечно, упростить в определенной степени решение проблем или вопросов по трудоустройству данных граждан, районные исполнительные комитеты ежегодно, в конце года, как правило, это до 1 декабря, устанавливает, так называемый, определяет круг предприятий на территории, административные единицы на территории района, и на этих предприятиях устанавливает соответствующую бронь, которая ориентировочно оценивается по итогам прошлого года, либо по информации, которая поступает с учреждений исполнительной системы, что предположительно освободится такое-то количество граждан. И вот под эти цифры, соответственно, и устанавливается бронь. Думаю, никто спорить не будет. Действительно, основа социализации – трудоустройство. А вот теперь вопрос к экспертам. Все-таки все ли действительно хотят иметь новое рабочее место? Все ли хотят и готовы работать? Александр Николаевич, Татьяна Витовна. Вы знаете, работать, мне кажется, наверное, хотят все. Другой вопрос, что не каждый понимает, что работать заключается в том, что надо работать, что-то производить, что-то делать полезное, которое в последующем действие какое-то, производить какую-то продукцию, которая, соответственно, дает какую-то прибыль и дает возможность зарабатывать деньги. Некоторые представляют работу, что заключается в том, пришел на работу… И получил как можно больше денег. И получил как можно… При меньших затратах. Совершенно минимум затрат, максимум, так сказать, доходов. Поэтому действительно не все люди мотивированы на то, чтобы найти работу, приступить к этой работе. Ну и еще раз говорю, работать. Но ведь здесь действительно должна быть та самая золотая середина между пожеланием личным к успешной дальнейшей жизни и уровнем компетенции. Далеко не всегда это сходится. Лица, освобождающиеся из мест лишения свободы. Граждане Республики Беларусь, и они имеют полное право на трудоустройство, на жизнь в обществе. Поэтому также оказывать им помощь в трудоустройстве. Не допускать фактов, что если лицо приходит для того, чтобы трудоустроиться, только лишь потому, что он освободился из мест лишения свободы, отказывать ему в трудоустройстве. А такое тоже бывает, скажем прямо? В настоящее время таких фактов, их намного меньше. Но, увы, они тоже, они встречаются в практике, они встречаются. Поэтому здесь обратить внимание вот всех, опять-таки я повторяюсь, на то, чтобы не закрывали дверь перед такими лицами, а оказывали им помощь, всевозможную помощь в ресоциализации, в трудоустройстве, в том же жилье. Чтобы человек чувствовал, что общество его не отвергает. И он... Мысли-то действительно верные, но на практике мы понимаем, что далеко не все руководители заинтересованы в таких сотрудниках. И их можно понять, ведь риск тоже есть. В том числе, пример статистика. 30% осужденных, вышедших на свободу, в первый год совершают преступление повторно. Как можно стимулировать работодателей? Как говорить с руководителями? Александр Николаевич. Прежде всего, я хотел бы немножко другую сторону рассмотреть этого вопроса. Человек, когда выходит из мест, или приходит, возвращается из мест лишения свободы, конечно, очень важно, насколько, или какая есть у него квалификация, насколько он подготовлен к трудовой деятельности. Многие люди возвращаются, если они недолгое время, скажем так, находились в местах лишения свободы, имеют определенную профессию, имеют определенную специальность, имеют определенный опыт работы. И, как правило, с этими людьми, ну, меньше возникает проблем, вопросов. Всегда находится возможность для их трудоустройства. Не всегда это в счет действующей или утвержденной установленной брони. Иногда есть соответствующая вакансия, если условно пришел каменщик, да, или строитель, и сегодня строительные организации испытывают потребность, то, я думаю, что не составляет большого труда направить данного человека в эту организацию, и, конечно же, он будет там работать. Другой вопрос, когда люди длительное время находятся в местах лишения, и уже практически, ну, потеряли, наверное, ту квалификацию по той профессии, которую когда-то имели. И вот они возвращаются, ни по старой профессии не работают, ни новую никакую не... Возможности переподготовки вы предлагаете? Совершенно верно. Вот первый момент, это, конечно же, если человек, ну, скажем так, совершенно не имеет квалификации по старой профессии, если он не имеет представления, что бы он хотел, по какой профессии работать, конечно же, прежде всего, предлагается переобучиться или пройти переподготовку по востребованным профессиям на рынке труда, того региона, куда человек вернулся. Это прежде всего. Кроме этого, если нету такой возможности, потому что ситуация на рынке труда сегодня тоже достаточно, ну, неоднозначная, сложная, человек есть, который, ну, извините, испытывает, не испытывает, а имеет определенные навыки или данные для того, чтобы заняться каким-то собственным бизнесом, там, простите, выращивать какую-то сельскохозяйственную продукцию или производить что-то из дерева и так далее. Для этого есть возможность человеку помочь открыть свое собственное дело. Более того, выделить ему определенное финансирование для того, чтобы он этим, так сказать, занялся и у него был начальный хоть какой-то капитал. Плюс сезонная работа, про которую мы еще не сказали, но это тоже важный вариант поддержки, особенно на первое время. Совершенно верно. Пока идет вот этот процесс становления, решения, куда определиться, в какую сторону, естественно, можно временно поучаствовать в общественных работах для того, чтобы не воровать где-то, а конкретно заработать своим трудом. Или это на сельских хозяйственных работах каких-то, либо это в организациях жилищно-коммунального хозяйства. То есть вопросы, как бы эти решаются. Но самое главное, то, о чем вы говорите, вся эта система совершенствуется. И правильно вы заметили, что государство идет сегодня навстречу для того, чтобы нанимателей каким-то образом стимулировать, чтобы они все-таки больше и соглашались принимать этих людей на работу. Есть проекты, по которым и вовсе на протяжении года работодателю компенсируют государство затраты на заработную плату? Совершенно верно. Есть такие проекты, и они в Гомельской области реализуются. Да, они не многоначисленные, в районах 10 проектов, но вместе с тем это есть. То есть предприятие, наниматель создает рабочее место, берет на работу данного гражданина, а управление по труду компенсирует затраты на выплату заработной платы по той или иной профессии. Единственное, я сразу оговорюсь, что этих проектов немного, по одной причине, что условия для организации этих проектов достаточно тоже сложные. То есть, например, гражданин должен не менее трех лет находиться в местах лишения свободы. То есть, он длительное время отсутствовал. Второе, он должен в течение шести месяцев после освобождения зарегистрироваться в органах по труду, занятости, социальной защиты. И третье, самое важное условие, что в течение трех месяцев данный гражданин, невозможно было ему оказать помощь в его трудоустройстве на имеющиеся на сегодняшний день вакансии. И вот тогда, если эти все три фактора сходятся, организуется вот этот проект, о котором мы говорили. Государствам сделано действительно много для того, чтобы люди шли, работали и начинали жизнь по-новому. И вообще, справедливости ради, скажем, что опыт Гомельской области в деле эффективной социализации в масштабах страны достаточно показателен. Все-таки, чтобы подвести черту в этой части разговора, Татьяна Викторовна, вы и ваши коллеги принимаете доводы работодателей? Для нас этот контингент риски? Нет. Доводы работодателей о том, что если этот человек находился в местах лишения свободы, то он не должен работать у меня на предприятии, они не могут быть приняты во внимание. По той причине, что каждый человек имеет право встать на путь исправления и должен встать на путь исправления, а общество должно ему в этом помогать. Да, действительно, с такими лицами, конечно, проблем больше. Больше в том плане, что нужно контролировать этого человека, как он приходит на работу. Где-то со стороны именно идеологической точки зрения знать, чем он живет после работы. Для того, чтобы понимать, как и что это человек. Если работает работник с высшим образованием, не с высшим образованием, не важно, среднее, среднее специальное образование, которое ведет законопослушный образ жизни, конечно, это легче. С такими людьми, которые были ранее осуждены, совершали преступления, находились в местах лишения свободы, естественно, с ними посложнее. Им нужно больше уделять внимание. Но не должны работодатели принимать во внимание и отказывать в приеме на работу таким лицам. А помогать. И прокуратура за этим следит? Конечно. Ольга Ивановна, вот из опыта, какой период самый сложный? Первый год? Период адаптации. Вот первое время, первый год, он самый сложный, потому что, еще раз повторюсь, бывший осужденный, за которого вчера решала вся администрация, которому не приходилось думать о завтрашнем дне, на воле сталкивается с тем, что теперь решение принимает. Он несет ответственность за эти решения. То же он, и то, каким будет завтра, только зависит от него. Поэтому многие под грузом этих тяжестей ломаются и возвращаются туда, где о них заботились, где им было комфортно, где все для них было уже определено. То есть, вот этот самый первый год, который самый сложный, он действительно решающий. Если общество, коллектив, в котором оказался этот человек, окажет поддержку, подставит плечо, мы получим человека с достаточно успешной судьбой. Внутренняя мотивация к ведению правопослушного правопослушного образа жизни, подкрепленная поддержкой близких, знакомых, друзей, это уже большой шанс на прекрасное будущее, на то, что человек адаптируется. Бывает так, что социальные и полезные связи уже утрачены по каким-либо причинам. И здесь, если у человека есть внутренняя мотивация к новой жизни, безусловно, должно быть так, чтобы государство поставило свое плечо. Нету родственников, но есть, человек должен понимать, что он не один, он не брошен, всегда есть рука помощи, помощь, которой можно воспользоваться. А дальше уже будет все зависеть от него. Правоохранители на протяжении какого отрезка времени держат под контролем вышедших на свободу? Все зависит от того, какое человеком было совершено преступление. Так как у нас действующий уголовный кодекс разделяет четыре вида преступления, это не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие, особо тяжкие, в зависимости от этого устанавливается срок профилактического контроля либо профилактического наблюдения. За первую категорию, это не представляющие большой общественной опасности, это до года, менее тяжкие преступления, это до двух лет, тяжкие до пяти лет и особо тяжкие до 8 лет. Вместе с тем уголовным кодексом предусмотрены институты досрочного снятия либо погашения судимости. Но опять же, это зависит от поведения лица после освобождения. Работа, о которой сегодня много говорили, безусловно важна. Но как быть, если к моменту выхода на свободу человеку попросту негде жить? На территории Гомельской области в каждом районе, кроме центра, кризисного центра, о котором здесь говорилось уже выше, в городе Гомеле, так же в каждом районе города Гомеля, в каждом районе Гомельской области бронируются жилые помещения для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. То есть для лиц, которым после освобождения по какой-то причине у них нет жилья. В этих случаях лицо, освобождающееся из учреждений уголовно-исполнительной системы, вправе обратиться в местные органы исполнительной власти, либо при постановке на профилактический учет в органах внутренних дел, заявить о том, что мне негде жить. Лицо в таких случаях заселяется в такое помещение, где вправе проживать до 30 дней. До 30 дней человек проживает, естественно, он в это время предпринимает меры для того, чтобы трудоустроиться, если у него нет документов, для того, чтобы восстановить документы. А кто будет платить за то самое место в общежитии? Это ведь не бесплатно сегодня, как понимаю? Или и здесь государство страхует? И здесь государство страхует. В таких случаях рассматривается вопрос о рассрочке платежа. То есть человек проживает в первый месяц, если он пока нетрудоустроен, он не может оплачивать, соответственно, за жилье. В таких случаях ему предоставляется рассрочка, и в дальнейшем он трудоустроясь и уже имея материальный доход, сможет оплачивать. Мы уже говорили достаточно много про помощь при оформлении документов. Так вот, мне кажется, паспорт все-таки обновить куда проще, чем восстановить социальные контакты и социальные ориентиры. Когда в исправительных учреждениях начинают готовить людей к выходу в новую жизнь? Подготовка осужденного к освобождению, к новой жизни, начинается с первого дня отбытия наказания. Ведь сама служба исправительного процесса ориентирована на то, чтобы осужденному в процессе отбытия наказания дать определенные знания, которому помогут привить определенные навыки, которому помогут в дальнейшей жизни. Недаром учреждения называются исправительными. Задача действительно все-таки, чтобы это время было потрачено с пользой. С пользой для осужденного, для человека. Помимо этого, человек, который попадает в колонию, имеет право получить образование. На базе каждой колонии у нас в республике созданы школы. Если нет базового образования, могут получить базовое, либо среднее образование. Выдаются аттестаты государственного образца. В каждой колонии созданы профессионально-технические лицеи, где смогут получить образование и получить рабочие специальности, которые востребованы на рынке труда. Работают социальные проекты, которые позволяют осужденным в местах лишения свободы получить дистанционно высшее образование. Помимо этого, благодаря этим социальным проектам, осужденные могут также получить рабочие специальности. Это уже перед самым выходом на свободу. Специальности, которые востребованы на рынке труда. В процессе отбытия наказания психологическая подготовка тоже очень важна. И люди, которые готовятся уже к освобождению, психологи с ними работают, в том числе и акцентируются внимание на налаживании социально полезных связей, учат, как это сделать, как вести конструктивно диалоги, рационально решать какие-то проблемы с близкими, друзьями, сотрудниками правоохранительных органов, с работодателем. Также психологи очень много внимания уделяют удовлетворению материально-бытовой сферы, как устроиться на работу, как составить резюме, как правомерно заработать эти деньги, чтобы не было потом последствий. Право на новую жизнь. Оно ведь действительно есть у каждого. Как эффективно восстановить доверие и начать успешно все заново? Александр Николаевич. Знаете, любой человек может ошибиться в этой жизни. Но вместе с тем любой человек имеет право на реабилитацию, на помощь, на второй шанс, так называемый. В государстве создана правовая система законодательства, которая позволяет этим людям оказывать помощь, а им получать ее. Но вопрос в том, чтобы движение было навстречу друг другу. Потому что усилие одной стороны желаемого эффекта не дает. Движение должно быть двустороннее. Татьяна Викторовна. Учитывая проблемы, с которыми сталкиваются лица, освобождающиеся из учреждений уголовной исполнительной системы, работа, быт и так далее. Здесь хочется обратить внимание всех субъектов профилактики на создание условий, чтобы лица такие ресоциализировались в минимальный срок. Органы прокуратуры заинтересованы в этом и открыты для взаимодействия. Максим Васильевич. Наверное, все-таки внутренняя мотивация должна превалировать при всех иных обстоятельствах. Так как пока у человека не будет плана, пока не будет целей намеченных и продуманных способов достижения этих целей, я думаю, результата он не получит. Но, опять же, как представитель все-таки правоохранительных уровней, хотелось бы пожелать, чтобы эти цели и методы были именно законными. Ольга Ивановна, я так понимаю, список целей нужно составлять заранее? Безусловно. Нужно готовиться и родственникам к освобождению, и осужденным к освобождению. Очень важно помнить, что процесс восстановления доверия – это как двустороннее движение. Правильно было замечено, что один человек не сможет восстановить доверие. Нужно обеим сторонам стремиться к восстановлению своих связей. Очень важно помнить, что при восстановлении доверия нету, не надо играть роль обвинителя, либо обвиняемого. Это ваш близкий человек. Если вы уже приняли эту ситуацию, не надо упрекать человека о прошлом. Правильно говорят, прошлого уже не изменить. А вот каким будет завтра, можно уже сделать сегодня. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова